Беседы с Брэнсом Наталья, мы уже встречались с вами и обсуждали книгу, которая вышла в прошлом году, и которая называется «Русофобия и изобретение страха». В этом году в издательстве «Питер» вышла другая книга, которая называется «Любовь по-французски или добрые сказки о России». Как появилась идея этой книги, и как она связана с предыдущей книгой про русофобию? Действительно, на первый взгляд может показаться странным, что сначала я занималась сюжетами, связанными с негативным взглядом на нашу страну, и отсюда как раз книга «Русофобия и изобретение страха». Это такая солидная, большая научная работа. Но в том же году, в 1923 году, у меня вышла книга более такая популярная для широкого круга читателей, хотя и «История изобретения страха» она тоже для людей, потому что историки, они же пишут книги для людей, а не только для двух-трёх коллег, которые смогут их осилить. И вот вторая книжка, она называлась «Страшные сказки о России», а это «Добрые сказки о России». То есть, знаете, как в жизни всегда, ну вот нет, наверное, ничего такого однозначного, да, хотя, понятно, есть добро, есть зло, и не надо их смешивать, но часто в жизни вот нам сложно что-то как-то разделить. И то же самое касается и восприятия нашей страны, причём во все времена, потому что в какие-то периоды отношение к нашей стране очень такое негативное, отрицательное, образ России демонический, абсолютно такой какой-то отталкивающий, вот как сейчас, да, на Западе, ну или то, что мы называем коллективный Запад. То есть образ России, он такой вполне понятный, конкретный, но, что интересно, таким он был на протяжении многих веков, да, то есть не сейчас это возникло, всё это имеет очень глубокие корни, вот именно такое неприятие, презрительно-высокомерный взгляд на нашу страну, и сформировался он много столетий назад. Но в то же время, параллельно вот с таким негативным взглядом, всегда был взгляд и иной, потому что если для одних Россия была антипримером, то есть антимир, антибытие, антиевропа, антицивилизация, то для других иностранцев Россия воспринималась как некая такая утопия, как некий такой пример для подражаний, как в какой-то степени земля обетованная. Конечно, вот такой позитивный взгляд, он не доминировал. То есть редко, когда, наверное, на первый план выходил образ какой-то вот такой прекрасной России. Как правило, такое случалось, когда России была нужна как союзник, как партнёр, как спаситель, но чаще даже при каких-то таких внешне-добрососедских отношениях всё равно сохранялось некое такое, знаете, презрительно-высокомерное отношение. Но всегда, во все времена существовали вот два таких образа нашей страны. И даже если мы обратимся к современной ситуации, вот к тому, что происходит сейчас, мы же тоже не можем однозначно сказать, что вот весь Запад, обычные люди, да, ну или те, кто формирует идеологию, интеллектуалы, вот все однозначно против России. Нет, конечно, потому что в мире много и людей, и политиков, да, которые симпатизируют России, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит, и что Россия вовсе не такая, какой её пытаются представить. И даже на Западе мы знаем, что не так давно появляется и международное движение русофилов, которое вот было, ну, буквально создано в 22-м, да, то есть вот совершенно новое такое явление, ну, как организованное. Потому что русофилы и русофобы, вот эти категории, они же существуют очень давно. И даже, знаете, сами термины, они появляются ведь не сейчас. Термин русофобия появляется в 30-е годы, в 19-м веке, в Англии, когда были сильны как раз вот такие антирусские настроения, и когда были сильны так называемые страхи фантазии. То есть Россия не представляла какой-то реальной угрозы для Великобритании, но англичане после наполеоновских войн начинают вот эти вот страхи раздувать. Что характерно, термин русофилия, вот если я не ошибаюсь, я уже не помню даже, где я это прочла, но я помню, что этот термин начинают активно использовать в годы Крымской войны. То есть парадокс, да? Казалось бы, идёт война, противостояние между, ну тоже можно сказать, между Россией и, ну не только тогда западными странами, но и Османской империей. Ну перед большой такой коалицией Россия оказалась. Но война, она активизировала интерес к нашей стране, любопытство. И даже вот сам термин русофилии, ну подчёркиваю, если вот я не путаю, он как раз появляется именно тогда, в эпоху противостояний. И опять-таки взять современную ситуацию. Война, прямой такой конфликт России и НАТО, ну или НАТО против России, да, потому что мы прекрасно понимаем, что происходит. Но в то же время на Западе сейчас очень велик интерес к России как таковой. Понятно, что чаще всего Россия представляется в образе каком-то демоническом, ну в традиционном, да, можно так сказать. Но всё равно это провоцирует именно интерес к нашей стране. Ну, например, вот коль мы заговорили о Крымской войне, о 19 веке, а это ведь важно, почему 19 век. И, кстати, вот эта новая книга «Добрые сказки о России», она посвящена именно 19 веку, потому что это время, когда формировалась и вот новая система международных отношений, венская система, а это система многополярного мира, когда было несколько центров сил, когда действовал так называемый европейский концерт, и когда лидеры стремились решать вопросы коллективно и за столом переговоров. Вот у нас как раз в конце 20-го, начале 21 века говорили тоже о феномене многополярности, и казалось, что формируется многополярный мир, но потом мы увидели, что в принципе нет, и США прежде всего, они не собирались, по крайней мере, тогда сдавать свои позиции и соглашаться на многополярность. Поэтому вот если в начале нынешнего столетия или тысячелетия вот эта идея многополярности, она как-то не сработала, то вот сейчас вот на наших глазах, на мой взгляд, как раз и формируются новые системы или даже новые системы международных отношений, и формируется как раз несколько или много центров сил. И вот как раз в 19 веке всё это тоже формировалось, но другое дело, там были равные по силе, может быть, игроки примерные, или более того, важно было не только, что силы какие-то равные, хотя, понятно, Российскую империю и Пруссию не сравнить, но там были всё-таки более-менее общие ценности. Вот общая какая-то идеология, при том, что Россия начинает восприниматься именно тогда как антитеза либеральной Европе или Европе, которая, Западная Европа, встала на путь либерализма, а в России самодержавие, то есть это такое жёсткое идеологическое противостояние. Но с другой стороны, мы все действовали сообща, вот эта пятёрка лидеров, Россия, Франция, Великобритания, Австрийская империя и Пруссия. То есть вот эти вот государства действовали сообща, несмотря на то, что между ними были, конечно, серьёзные какие-то противоречия. И именно тогда, вот при действии этого европейского концерта, формируется и русофобия как идеология. Вот это как раз тоже важно, потому что понятно, что корнями русофобия уходит вглубь веков, во времён раскола церквей. И вот этот религиозный фактор, он был, наверное, принципиальным для того, чтобы наше государство стали воспринимать как врага цивилизованного мира, а русских православных как еретиков, хизматиков и вообще вот как нехристей. Но как идеология это всё формируется в веке XIX, а именно вот, наверное, в 30-е годы, когда уже появляется и очень активно развивается пресса, которая становится настоящей такой четвёртой властью, когда формируется общественное мнение, и когда пресса, с одной стороны, формирует вот это общественное мнение, а с другой стороны, когда общественные мнения начинают оказывать влияние уже на политиков и на те решения, которые принимаются. Скажите, пожалуйста, когда Европа встала на путь либерализма? Очень такой хороший, Елена, вопрос, да, потому что он как раз очень современен, да? Вот сейчас либерализм, это слово стало каким-то ругательским, да? И вот мы говорим, что вот эти либералы, глобалисты, а они говорят, мы либералы, то есть совершенно иной смысл в это слово вкладывают. Ну, понятно, что современный либерализм, или, по крайней мере, даже термин, да, либерализм, или либералы, он не имеет ничего общего с тем классическим либерализмом, который формировался, а он как раз как идеология опять-таки формируется в XIX веке. И более того, XIX столетие называют как раз временем торжествующего либерализма. Но понятно, что истоки либеральной идеологии, они уходят в более раннее время, и это, наверное, прежде всего сначала Великобритания, Джон Лок, и вот как раз идеи английского либерализма, классического либерализма, невмешательства государства, государство-ночной сторож, идея свободы, прежде всего самоценность человеческой личности, неприкосновенность частной собственности. То есть это всё формируется, вот, наверное, в эпоху просвещения, сначала в Англии, потом во Франции, уже в эпоху французской революции, конца XVIII века. Но вот как идеология либерализм как раз получает развитие в XIX столетии. Но тут надо иметь в виду, что либерализм, он был очень разным, и мы можем говорить об английском либерализме, ну или англосаксонский либерализм. А была и вторая модель, континентально-европейская модель либерализма. И вот если английский или англосаксонский либерализм, вот он был, наверное, таким более радикальным, то континентально-европейская модель, она была более умеренной, И, например, французские либералы XIX века, они представляют модель либерально-консервативного синтеза. То есть если, например, для классического либерализма характерна прежде всего идея свободы, а вот для французских либералов была характерна идея, у них даже такой девиз был, свобода и порядок. То есть свобода – это ценность либеральная, а порядок – это ценность консервативная. И более того, сохранение традиций, преемственности. Поэтому, например, французские либералы, они воспринимали свою французскую революцию не просто как разрыв, и даже не только как разрыв, а как именно такой важнейший этап на пути многовекового развития Франции. И они хотели сохранить, не отказаться от того, что было во Франции до революции, а они хотели сохранить вот лучшие достижения старого порядка. А, кстати, термин «старый порядок» вводит в оборот французский либерал Алексис де Токвиль, вот он как раз говорил о дореволюционном обществе, ну и не только французском. Это в целом такое европейское, западноевропейское общество, как общество «старого порядка» или «ансьен режим». Вот у нас даже термин «применимый к России», мы тоже говорим «старорежимный». То есть вот до революционной поры, до Октябрьской революции. Но, опять-таки, вот я вспомнила Алексиса де Токвиля, а он уже другой пример либерала. Потому что он, наверное, первым пытался соединить идею либеральной свободы с идеей демократии. Потому что, в принципе, для либералов до середины XIX века было характерно негативное отношение к идее расширения избирательного права, к демократизации общества. Ну, потому что они считали, что либералы, что люди для того, чтобы голосовать, они должны обладать должным уровнем культуры и, по крайней мере, минимальным каким-то образованием, чтобы принимать грамотные политические решения. И вот если, например, французские либералы, они очень осторожно относились к реформам, а реформизм – это же тоже такая важнейшая сущность либеральной идеологии. Потому что они тоже считали, что не надо постоянно заниматься модернизацией общества. Вот произошла французская революция, главные идеи уже сформулированы, и надо пытаться использовать то, что уже есть, а не заниматься постоянными какими-то нововведениями и реформами. Но вот, наверное, со второй половины уже XIX века доминирующей такой идеологией становится именно реформизм, и уже и либералы, и консерваторы, они приступают к активной такой реформаторской политике. Ну и плюс начинается как раз движение за демократизацию общества по мере развития образования, повышение уровня культурного развития основной массы людей третьего сословия или среднего класса. Вот как раз начинаются процессы и расширения избирательной системы, расширения избирательного права, и мы знаем, что уже к началу XX века, ну, там, Великобритании, да, в Америке там особая система, там всё отличается по штатам, но в целом это уже общество такое, основанное на широком избирательном праве, когда либеральная идея, она соединяется с идеей демократии. Но это мы с вами говорим о классическом, да, либерализме, потому что то, что мы видим сейчас, это, ну, не то, что это пародия на либерализм классический, это, знаете, это такой симулякор. А более того, это уже получается во многом такая антитеза либеральной идеологии, то есть какое-то её такое вырождение. Ну, это тоже очень часто же бывает в истории, когда какая-то идея развивается, достигает какого-то апогея, а потом она как-то уходит, сходит на нет, ну, или она как-то вырождается, или доводится до абсурда и просто уже превращается в свою противоположность. Вот в какой-то степени с либеральной идеей именно это произошло, ну, или её таким образом извратили, да, и теперь уже получается, что если раньше либерализм претендовал на универсальность, что это как раз идеология большинства, то теперь пытаются представить или навязать иное мнение. И отсюда как раз пропаганда вот тех категорий людей, которых раньше называли меньшинствами, да, а теперь либерализм как раз и постулирует защиты вот этих вот прав меньшинств, и более того, вот эта идеология меньшинств, она навязывается всему обществу, и получается, что мы просто имеем дело, ну, вот с какой-то такой абсолютной подменой терминов. Наталья, мы говорили о русофобии до того, как перешли к либерализму. Скажите, русофобия, откуда уши растут у неё? Вот уши-то у неё как раз западные, и, по сути, вот именно такие либеральные. Хотя, знаете, тут есть не столь, наверное, однозначный такой ответ на этот вопрос. Вот либералы, они изначально русофобы, да, или нет? То есть либерал – это русофоб, или не всегда либерал может быть русофобом? Вот окажется, что здесь такая связь непрямая, потому что, например, бывали же случаи, когда очень такие консервативные мыслители, те же самые французские, Астольф де Кюстин, он был такой очень консервативный, но он легитимист, сторонник легитимной династии бурбонов, которая была во Франции низвергнута в ходе революции 1830 года. И вот этот консерватор и легитимист написал, наверное, самую такую антирусскую работу, самую русофобскую работу. С другой стороны, Алексис де Токвиль, либерал, его самая известная, наверное, книга о демократии в Америке, но он там как раз говорит о том, что в будущем мы увидим развитие такой блестящей двух держав – России и Соединённых Штатов Америки, но если США для него – это пример как раз для подражания, соединения идеи демократии и идеи свободы, то Россия как раз – это пример рабства. То есть это тоже такой пример ускоренного развития, но основанный не на свободе, а на рабстве. То есть, опять-таки, вот либерал, да, и вот такая откровенно антирусская позиция. Ну тут просто надо учитывать, что они все в то время были, наверное, в рамках вот этой либеральной идеологии, но вот в широком понимании этого слова. Вот здесь у меня вопрос. Мне очень интересно, почему такое было отношение у Франции к Америке, к России? Ведь в Америке было рабство, и фактически в то же самое время отменили рабство, как наше крестьянское... На Западе вам бы сказали – это другое. Это другое, потому что, на самом деле, вот изначально Америка ведь молодое государство, возникает как государство только в конце XVIII века, и, например, жители Западной Европы, ну не жители, а мы говорим об элите, просвещенной элите, они смотрели примерно одинаково и на Америку, и на Россию. То есть воспринимали примерно в одном ключе. И то, и то – это молодое государство, ну хотя вы можете сказать, и у слушателей наших может возникнуть вопрос, как это Россия – молодое государство, да? Америка, понятно, они возникли только вот в ходе войны за независимость, конец XVIII века, Декларации независимости, а Россия – государство с многовековой историей, корнями уходящую вот как раз в Древнюю Русь. Но тут как раз важно то, что для европейцев Россия – это именно молодое государство, для западноевропейцев. Почему? Потому что историю нашей страны они начинали с Петра Великого, считая, что до Петра ничего не было, был только мрак, хаос. А вот Пётр I, он как демиург создаёт вот на каком-то таком непонятном огромном пространстве государство под названием Россия. Причём такой взгляд был характерен даже для авторов, которые очень доброжелательно относились к нашей стране, но всё равно историю государства российского они вот традиционно начинали с Петра Великого. То есть это такой просветительский взгляд. Вот Пётр создаёт Россию, а отцы-основатели создают Соединённые Штаты Америки. И то, и другое государство воспринималось вот как такая площадка для экспериментов. Но тут надо учитывать, что, ну, наверное, весь XIX век Америка, она же не была главным таким игроком, да? Она такой становится уже по окончании Первой мировой войны особенно. И как говорил в своё время Ленин, Америка из всеобщего должника стала всеобщим кредитором, да? То есть XIX век она только проходила вот этот свой путь формирования. И как раз гражданская война, которую вы вспомнили, между Севером и Югом, в ходе которой как раз было упразднено рабство, вот она во многом и сформировала современные Соединённые Штаты, единый рынок. И как раз после вот этой кровавой гражданской войны Америка начинает развиваться очень интенсивно, и уже к концу XIX века выходит в разряд лидеров. Ну, а потом уже меняется постепенно и внешняя политика государства, да? То есть если изначально Америка это доктрина изоляционизма, Америка для американцев, то постепенно американцы от этой идеи отходят, и уже не Америка для американцев, а весь мир для американцев. Собственно, что Вудро Вильсон в своих 14 пунктах по окончании Первой мировой войны и озвучил. Но вот вы задали вопрос о рабстве в Соединённых Штатах Америки. Европейцы, да, они любили сравнивать крепостное право в России, которое они тоже называли рабством, но вот почему-то как раз рабство в Соединённых Штатах их особенно не волновало. А вот крепостное право в России как раз было одной из главных причин, по которым на нашу страну смотрели вот как на варварское государство. Потому что здесь вот наличествует, и не просто наличествует, а вся экономика основана вот на этой жёсткой системе угнетения человека человеком. При том, что тут можно, наверное, оговориться, далеко не всегда иностранцы, те же французы, воспринимали крепостное право в России вот как какой-то фактор негативный. Часто даже они на это не обращали какого-то особого внимания. Вот, например, символ России, медведь, да, западный символ, да, понятно, что это не наш самый образ. Это Запад Россия представляет в образе такого ужасного, кровожадного медведя, ну, либо медведя-защитника, потому что этот образ тоже трансформируется, образ медведя. Например, когда мы французам были очень нужны после франко-прусской войны, потому что германские тревоги, германские военные угрозы, и именно Россия являлась той силой, которая могла повлиять на, в том числе, и немецкую внешнюю политику, германскую. И Россия вот на карикатурах французских представляется уже в образе медведя, белого медведя, но такого защитника, который в своих объятиях укрывает, защищает Марианну от хищного немецкого орла. А почему белый медведь? Потому что для французов Россия была абсолютной такой экзотикой, и поэтому это не просто какой-то бурый медведь, а вот это белый медведь как нечто такое совершенно нетипичное и непонятное. Но вот некоторые иностранцы, они говорили, что, или считали авторы, крепостное право в России, оно носит такой патриархальный характер, что помещики и крестьяне, они живут одной такой большой, дружной семьёй, что крепостное право, оно не то, что плохо, да, а оно для России вполне приемлемо, потому что это не какое-то такое жёсткое средневековое рабство, а это вот совершенно такая другая система экономических отношений. Ну, это, наверное, такая вот отдельная тема, крестьяне, крестьянский вопрос и само крепостное право. Наталья, давайте вернёмся к истокам русофобии. Откуда растут уши? Да, вот к нашим с вами ушам, точнее, к русофобским ушам, мы говорим о XIX веке, и XIX век — это уже время формирования русофобии как идеологии, но как явление это всё имеет гораздо более глубокие корни и уходит действительно вглубь веков, а именно в раскол церквей, то есть в принятии Русью христианства по восточному обряду, потом раскол церквей, схизма 1054 года на западную и восточную, мы становимся не просто другими, а чужими, противниками, еретиками, и поэтому на нас постепенно начинают смотреть вот именно через такую негативную оптику. И отсюда постоянное стремление склонить Русь к принятию унии с католической церквью, и Русь, и уже потом Московское царство. И вот как раз неудачи эти, они привозят к тому, что мы вот постепенно попадаем в разряд именно врагов. А когда уже из Московской такой Руси, которая для Европы была отсталом, захолустьем, европейцы увидели перед глазами мощное государство во главе с Петром Великим, вот тут к этому пренебрежению добавился и откровенный страх, ну и стремление вытеснить нас как раз или не допустить нас вот в эту самую единую Европу. То есть как раз закрыть то окно, которое Пётр открыл в Европу. Но как раз вот этот термин появляется во времена просвещения в Европе, и он как раз и принадлежит европейцам. То есть это не наше изобретение, окно в Европу. Но именно тогда формируется не только такой жёсткий, негативный взгляд на нашу страну, но и формируется то, что потом назовут русским миражом. То есть такое идеализированное, романтическое представление о России и русских. Наталья, спасибо вам за такой всесторонний анализ. Конечно, мы продолжим эту тему в нашей следующей программе в субботу. А с нами сегодня была Наталья Таньшина, «Российский историк», а я Елена Брэнсон. Здесь каждую субботу в 13.30. И с нами всегда интересные гости. Беседы с Брэнсоном.